Украинские фашисты продолжают обстреливать мирное население. И они выбирают конкретно такие кварталы, где скопления школ, детских садов, учреждения дополнительного образования, жилые кварталы, и по ним они стреляют. Сегодня пострадали у нас в жиломассиве Калиновка школа 50-я, 72 окна остекления, школа 49-я, 65 окон, школа-интернат с предоставлением дошкольного образования, 15 окон, дом творчества Калининского района, 4 окна и вывернута просто дверь входная. Детский сад номер 82, одно окно. Мы с вами видим, что никакой военной техники на этом микрорайоне нет. Абсолютно. Здесь просто живут мирные жители. Здесь просто дети хотят идти в школу, хотят посещать детский сад. Но, к сожалению, такой возможности у наших детей на сегодня нет. Я видела, как у меня бабушка мертвая во главе. Потом я помню, как ее закапывали. Я помню, когда в школу ходила, там было много могил. И люди тоже валялись. Возле сауны я еще ходила. Там тоже не поваляется. А мне снится это? Нет, я уже привыкла. Взвык? Да. Видеть такое. Было очень страшно, когда тут бомбили, особенно у меня на Кирове. Я сидела у себя в тамбуре между квартирами. Было страшно, когда у меня под окнами стояли украинские танки. Они сделали маячок в дупле и закрыли его. И туда постоянно бомбы скидывали. У меня вообще дом разбомблен и сгорели по все дома. Но квартира бабушки с дедушкой, она не сгорела. Но там стекла выбиты. Там холодно. Очень страшно. Я горячая не ела много дней. Все больше. Особенно, когда бомбили, я в тамбуре сидела, только там картошку поела, вареную и яйцо. Я начала радоваться, когда начали сюда привозить макароны, хлеб, потом мясо, сосиски, огурцы. Но они все очень дорогие, а денег почти не осталось. Мы живем у друга, мужа моей крестной. Там все целое. Только вот тут погорел дом. Меня зовут София. Сейчас я нахожусь в Безыменном школе. Я из Мариуполя. Мне только исполнилось 18 лет, когда начались военные действия. 35 дней мы сидели дома, без газа, без света, без связи. Мы не знали, как там родные. Мы не могли под обстрелами даже туда пробраться. У нас в Мариуполе на Мирном остались родственники. Мамина сестра с двумя маленькими детьми. И мы даже не знаем, как они там. Два дня назад мы выбирались под обстрелами на 39-ю школу. Мы даже не знали, эвакуируют там, не эвакуируют, останемся ли мы живыми, когда туда дойдем. А потом на заправке по дороге в Безыменном нас угостили хлебом. Казалось бы, просто хлеб, но за 35 дней мы не сели ни кусочка. И такое удивление было. Это самый вкусный хлеб в моей жизни. Сейчас нас разместили в тепле. Есть свет, есть вода. Нас кормят. Это просто большое удивление. Там были нечеловеческие условия. И когда в соседний дом прилетело и дома не осталось, мы поняли, что надо бежать хоть куда-нибудь сейчас. Они призвали, арестовали, на блокпосту собрали и отвезли под тангоем. Этот полковник по поводу вообще больной на голову. Как фамилия? Фамилию не знаю, только это знаю, погоняло вот это Феникс. Сказал, что постреляет. Если не пойдете делать, то что скажу. Взяли группу и отдали этим людям, наркоманам. Это правый сектор. У них какие-то ножи на погонах, черепа. Ну и видно, что это не военные, это какие-то беспредельщики. Отношения собачьи везде было. Как с собаками обращались. Особенно с такими легкие русскоговорящими. Ты едешь под конвоем, постоянно под дулом автомата, ну, не можешь ничего сделать. Тебя не выпускают ни в магазин, ни никуда. Заранее предупреждали, что если кто-то будет недоволен, то будет убить на месте. Мне лучше в Россию в плен, чем в эту Украину. А если от нет? Я не хочу на Украину. Ну, есть такой вариант, чтобы меня не меняли. Украинские военные как-то помогали вам? Давали зеленый коридор? Вообще никто ничего не давал. Никаких коридоров. В подвалах сидит! Азов с***. Выжали люди. Азов с***. Расстреливал с***. Что Азов делал? Расстреливал колоды с***. Мирных с***. Пытались выезжать на Володарск. Расстреливали автобусы с***. Я особенно спросил их о своих мнениях и их опытах с русскими и украинскими солдами. Расстреливали автобусы с***. Расстреливали автобусы с***. Расстреливали автобусы с***. Russian soldiers, but I heard many complaints about the Ukrainian soldiers, whether it was Ukraine's shooting at civilians, whether it was robbery and so on. And this is also something I didn't expect, I thought I would hear at least something about some complaints about the Russians, but there was really nothing. So this was, yeah, also somehow impressive, especially in Volnavaca, a city which is nearly not known in the West, but which is, of course, smaller than Mariupol, but as destroyed as Mariupol. They killed us, 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 they killed us on our homes, on the tanks, they killed us, they killed us on our homes, there was no one, no DINERA, no Russia, no one, no one, nothing to eat anywhere, there was no one, they come to us, we ask them, where can we eat tablets, here we are wounded, we are wounded, I don't know anything, what I can say, Boychenko, thank you very much to the mayor of Mariupol for this time. день с упами горячими лично ходишь, кормишь, которыми мы ни разу не видели. Шкуру бы спустил с обоих, из того и с другого, живьем, из Зеленского, из Гойченко. Ну, было такое, что Азов бил людей. За что? Просто так. Сначала били, потом спрашивали. Ничего. Просто били. Ну, обычных людей били? Да. За просто так? Да. У меня двора попервали военные. Люди не выпускали из дома. Вы слушники оккупировали? Ну, военники, короче. И если дома, допустим, фонарик заложили, свечку, начинали стрелять паута, короче. И сказали, будем убивать, если будете из подъезда, люди прям в подъезде. Это Азовцы сказали? Да. Разрушена спальня полностью. Полностью. И в зале, в кухне отвалился потолок. Крыши нет. Вот, стены нет. Окно полностью там ничего нет. Вот, пол стены нету. Вот. И этот, в кухне, потолок отвалился, отвалился. Полностью разбит дом. Разбит дом еще. Меня не было. А муж тоже поехал на работу, вызвали. Никого не было. Она одна дома была. Это, может быть, спасло нас. Вот так бы, как бы на улице были, работали бы на участке. Не трожь, не трожь. Ничего не трожь. Большой генератор. Мы запитали холодильники, печки, нашли духовку, примерно 60-е годы. Перемотали ее проволокой, там в электропомещениях достаточно. Пекли хлеб с детям. Ну, по две буханки в день мы пекли. С военных нам помогли только погранцы. Они принесли два мешка крупы, немного консервы и вермишель чуть-чуть. По радио услышали, Наташа говорила о том, что они здесь уже, да, что они здесь. Там осталось пять человек, пять человек стариков, которые еле ходят. И детей еще много осталось. Мы разговариваем по поводу того, что можно ли нам выйти через восточные проходные. Они говорят, там все заминированы, пошли все нахрен. Мы вам безопасность не гарантируем. Просились выехать. Мы даже выезжали. У нас там семь машин. Мы вывезли бы стариков, детей. Могнячок шестимесячный остался там. Два с половиной года. Два с половиной года девочка. Ну, в массе есть. Ну, остальные там десять лет, там такие, восемь лет такие. Я был пленником в базе формирования Айдана. Половинкина в коптильном цеху. Один в военной форме. Я не знаю, это его кликуха была или позывной медведь. И с молотком начал его угрожать. Просто по голове стучал. И как? Добить или как? Сильно убили уже последний день Арматулина. Их интересовала информация, местный я не местный. Хотя один из тех, кто меня убил, я даже его фамилию знаю. Мы считаем, что рядом выросли. Половина тела была синяя. Мы поехали в милицию и нам настоятельно порекомендовали уехать из города. А эти нацики у нас дом розтращили там все. Ну, и когда текали, пряталися. Дом на окраине там. Ну, разбили, порозбивали все. Пряталися там. Дрова, мебель порубали, плитки попалили. В общем, там таке все. Мародерство. Мародерство, да. От мародерство, як было в 2014 году, в 2015 году, так и сейчас было мародерство. И заходили до людей, они с автоматами, ну, у нас такого не было, но дальше. Вони требовали одежду, чтобы родиться документы, чтобы под чужими документами в штатской одежде утекать отсюда. Чтобы убежать просто. Да. Это давно было? Ну, вот, как только начиналось, как они текали, как их гнали. Вот они начали так. Азов был, да. Азов был. А потом были высоушники тоже. Говорят, если же их хотите, спускайтесь в подвал. И между собой разговаривали, что отработали там номер дома такой-то, такой-то. И отрабатываем мой дом, 16-й дом. Открывали подъезды, эти самые, азовцы, и бросали туда гранаты. В подъезд, в смысле, в живой, прям в живой смысле? Ну, а мы живые люди были. Если мы живые люди были, они нас выселяли с дома, пытались выселить дома. Если у нас бахали по дому, танк подъехал в дому, бахнул в 8-й этаж. Да. Насквозь. Дом насквозь. Да, да, я там. Танк украинский был. Там были и женщины, и мужчины. Люди, которые привезли, были с повязками, сбилки. Всех выстрелили перед нами. Нам был отдан приказ всех их расстрелять. И их хотели расстрелять за то, что якобы было сделано облучим. Мы отказались от этого приказа. За отказ от приказа нас посадили в яму. Нам была представлена охрана. Из числа тех же людей, которые привезли этих людей. Люди были с националистическими какими-то повязками. Ночью так получилось, ребята расслабились. Мы их обезвредили и чудом убежали на сторону убежного. Забежал, прям к подъезду подошел и снаряд упал. Ну, на ноги тряснулся. Ой, Господи, не знаю. Забежал, думал, голову оторвало. Схватился за голову, потом думал, нет, жив. В дырках. Хорошо успело, прям еще полсекунды. И это хорошо, волной меня туда дверь открыл, волной закинули. По дверям там белое стекло и езжал. Бог спас.